Привет, друзья! Это Дима Семенищев, джазовый контрабасист-аранжировщик и моя программа Сектор Джаза. И сегодня я хочу поговорить о важнейшей дилемме многих джазовых музыкантов, особенно начинающих. Что делать? Изучать теорию или транскрайбить, или же играть на слух? Для начала хочу поставить на две чаши весов теорию и транскрайб. Начнем с теории. 21 век, интернет, огромное количество информации. Мы можем, не выходя из дома, скачать сборник. 3 миллиона 700 тысяч фраз на вторую, пятую, первую. Мы можем пойти на YouTube и смотреть джазовых музыкантов, блогеров, которые снимают огромное количество соло и выкладывают их в свободный доступ. Мы можем скачать, например, омни-бук Чарли Паркера и все его самые знаменитые соло проиграть, проанализировать. И все это вообще не выходя из дома, не вставая со стула, с дивана. Вся информация в наших руках. Но у всего этого есть один огромный минус. Вся информация, которая к нам приходит легко, воспринимается мозгом как информация не очень важная. У меня была одна студентка в институте, которая говорила, я тут скачала такой сборник отличный, там огромное количество джазовых фраз, супер вообще. Ну, я его еще не открывала даже. То есть любая информация от вас на расстоянии нескольких кликов, но наш мозг ленится и он не воспринимает эту информацию серьезно и никак ею не занимается. И с другой стороны Transcribe или то, что называется на русском языке снятие музыки. Когда вы снимаете, например, «Чужое соло», вы проживаете путь музыканта. Вы стараетесь залезть ему в мозг, о чем он думал в данный момент, когда играл ту или иную фразу. Как он откликнулся на то или иное действие своего музыканта из ритм-секции. Например, вы снимаете саксофониста и он очень чутко следит за тем, что играет вся его ритм-секция. И пианист, и басист, и барабанщик. И реагирует, отвечает на их фразы. Он все время будет взаимодействием. Или вы можете взять творчество другого саксофониста, который наоборот весь в себе и старается рассказать какую-то историю. Но всегда, когда вы транскрайбите «Чужое соло», помимо того, что вы получаете важнейшую информацию теоретическую, то есть вы можете соло этого музыканта разбить на фразы, все эти фразы пройти внутри лада, все эти фразы пройти по квартоквинтовому кругу, научиться их играть от любой ноты. Но помимо всего прочего, вы узнаете такую вещь, как ощущение времени. Часть музыкантов играют вперед, часть музыкантов играют назад, часть музыкантов играют вместе с ритм-секцией. Это абсолютно разные полярные взгляды на музыку, на изражение музыки. И, конечно, когда вы найдете своего артиста, своего музыканта, например, для меня это был Эдди Гомес. Я просто фанател от того, что делает Эдди Гомес. Я в какое-то время воспринимал басистов в плане времени только как Эдди Гомеса. И потом, когда я активно увлекся Роном Картером, это была совсем другая вселенная. Потом начал снимать Криштина Магбральта. Это третье нахождение вообще в пространстве. И все музыканты разные. И кем вы станете потом, зависит только от вас. Вы можете взять все лучшее от всех музыкантов, которые сейчас есть на планете Земля. Но вы не сможете это взять через теорию. Никогда. Через теорию вы сможете узнать, как я могу обыграть вторую, пятую, первую, узнать кучу фраз. Но это не будет никак завязано именно с музыкой и с вашим нахождением внутри пространства. Это очень-очень важно. Какой вывод из всего, что я наговорил, делаю я? Самый правильный вывод — это очень много транскрайбить, очень много играть вместе с музыкантами, которые вас вдохновляют, которые, чей пример вас заражает, благодаря которым вы стали любить эту музыку, которая называется джаз. Понимать, где вы находитесь внутри пространства, понимать, что вы делаете во времени, слушать, как ваш любимый музыкант откликается на музыкантов, с которыми он в данный момент на сцене. Второе. Брать все лучшее от теории. YouTube, различные джазовые сборники, снятые соло. Вы можете все это использовать как инструмент того, чтобы стать лучше и сильнее. Только когда мы очень много сделали здесь, очень много познали здесь, стали более уверенными, мы можем соединять и отпускать свой разум, играть так, как мы чувствуем, и играть на слух. Расскажите о том, каких музыкантов вы транскрайбили и снимали. Это может быть полезно и для меня, и для тех, кто смотрит мои видео. Пишите об этом в комментариях, обсудим, пообщаемся. С вами был Дима Семенищев. Пока-пока. Совсем забыл, друзья, для тех, кто живет в Петербурге, 24 октября будет концерт на рок-квартетах GFC Jazz Club. И это будет необычный концерт. Во-первых, будет одна, а возможно две новые композиции, которые я написал за свой карантин. И будет презентация клипа на песню, презентация клипа на кавер песни Day Off. Это будет очень интересное событие. Покажем клип между первым и вторым отделением. А вообще будет отличная музыка. Поэтому все, кто в Петербурге, все, кому это интересно, приходите 24-го числа в GFC Jazz Club. Квартира Дмитрия Семенищева. Реклама закончена. Ну, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok